Железячки, которые забирают жизнь. Здесь у нас, в моей стране, в которой я живу, в Украине. Прилетают сюда, чтобы забрать судьбы, забрать жизни людей, детей. Я желаю, чтобы жители Украины в любом месте, где живете, обращайтесь к Господу. Перед тем, как ложитесь спать, идете на работу, едете куда-то, кайтесь в грехах, обращайтесь к Господу, призывайте имя Его. Сейчас такое время, мы не знаем, куда прилетит. Я думаю, что хороший повод обратиться к Богу, примириться с Ним, найти Его, взыскать всем сердцем Его. На этом месте был дом, сюда прилетела эта ракета. Это деревня, село, здесь ничего не было военного объекта, просто прилетела ракета. Слава Господу, что здесь семья как раз в этот момент разъехалась, и только пожилая женщина спала в той времяночке, и она выжила. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающий полдень. Падут подли тебя тысячи и десять тысяч по правую сторону от тебя, но к тебе не приблизятся, потому что ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло и язва, не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Призывайте Господа, ищите, призывайте люди Господа, да благословит Господь тех, кто призывает имя Его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!